Бейсбол игра довольно сложная и емкая, поэтому нам приходится, конечно, больше акцент делать на информированность, на качество тренировок, потому что та база, которая у нас сохранена была с 90-х годов, она, конечно, устарела. Практически мы пришли, и когда начали развивать новую историю, бейсбол с 2011 года началась, то практически с чистого листа. Поэтому сейчас мы уже закупили достаточно много оборудования с Америки, уже современного. Сейчас мы стадион приводим в порядок, уже много элементов построили на стадионе, сделали его уже более бейсбольным. И все оборудование, которое мы сейчас берем, тренировок, вы знаете, с Америки приглашаем. То есть мы сейчас делаем упор на качество, на новый, так скажем, формат тренировочного процесса, чтобы это уже была школа не начала 90-х годов, а именно уже новое поколение, в новом формате уже начало тренироваться. Соответственно, мы сейчас это все уже в этом году опробируем во Владивостоке. Ну и с Денисом у нас уже далеко идущие планы там на край, ну и так далее. В Дальнем Востоке мы, несомненно, в лидерах. Наш клуб в лидерах, потому что мы на сегодня задаем темп дальневосточному бейсболу. На нас практически сейчас смотрит вся Россия, потому что не было бейсбола во Владивостоке. Он не был известен, что он все-таки живет на Сахалине, что он все-таки как-то есть в находке представлен. Что у нас в Хабаровске довольно сильная команда, но никто об этом не знал. Поэтому, как появился клуб города, федерация города, федерация краевая у нас появилась, то есть мы начали контактировать со средствами массовой информации, мы им отдельно спасти бы, то есть хорошо освещают. То есть нам пришлось восстановить все контакты с Сахалином, с Хабаровском, с находкой. Работы в отделе очень много, и проведя в прошлом году первый кубок Сибири и Дальнего Востока, мы здесь проводили, это первый в истории здесь, который проходил в таком формате уже. Мы провели довольно на высоком уровне. Все узнали, что есть все-таки на Сахалине бейсбол в трех городах, все узнали, что в Хабаровске очень сильные команды, то есть представлены и сборная, там и Хабаровского края, то есть и молодежная, и взрослая команда, что в находке у нас довольно неплохие команды. Сборными командами посещаем, конечно, все первенства России, то есть и так далее. Городские команды больше у нас нацелены на Азию, потому что они молоды, им нужно учиться, а учиться надо и перенимать опыт, естественно, у лучших. Есть какие-то бейсбольные традиции и так далее, поэтому мы нацеливаемся. То есть вот мы сейчас уже в понедельник вылетаем в Сеул с нашей городской командой, с молодыми тигрятами, то есть не можем не отметить, что единственная, наверное, детская команда, в принципе, да, хоть спорт и молодой, но может себе позволить участвовать в чемпионате мира, в отборочных играх чемпионата мира в Азии здесь, в этом регионе. То есть это одна наша команда, то есть мы каждый год ездим, в том году мы ездили на Филиппины, сейчас мы едем в Корею, то есть как бы и участвуем постоянно традиционно в этом чемпионате мира. Мы сейчас едем в Сеул, да, на отборочные, на чемпионат мира с детьми, и у нас там запланирован ряд переговоров, да, например, в августе, чтобы корейская команда приехала к нам, но для, может быть, в этом году для таких товарищеских матчей, каких-то поиграть. То есть на следующий год мы планируем Кубок городов-побратимов сделать, потому что все города-побратимы, которые вокруг нас, они все, в принципе, бейсбольные державы, да, то есть, как бы, поэтому может очень неплохой проект выйти, ну, очень неплохой турнир, мы как раз в августе, хорошая погода, то есть комфортно играть и так далее. А крупный турнир, конечно, мы будем проводить здесь, Кубок Дальнего Востока у нас, это один из таких, ну, мужской, как бы, это довольно интересно, довольно такие сильные команды, интересно смотреть. Я думаю, что года через три уже без нас турниры не будут проходить в азиатской зоне. А может быть, может быть, даже не может быть, а точно, что нам получится привезти сюда команда из Японии или из Кореи, но, опять же, создав условия, понимаете, если мы сейчас более-менее занимаемся стадионом нашей базы основной, то, например, нет ни одного профессионального стадиона, не то, что даже профессионального, а специального стадиона. Если мы достигнем той цели, которую поставили перед собой, если мы достигнем той, ну, конечной точки переговоров, которую сейчас ведем, достигнем максимального понимания, я думаю, что на Дальнем Востоке лучше команды и лучше оснащение, чем мы задумали, ну, его не будет. Москва, у них там есть материально-техническая база, тем более, что японцы им в 96-м году подарили стадион, там 400 тысяч долларов выделили, им профессиональный стадион построили, они там играют. У нас же всегда бейсбол вращался вокруг строителя, стадиона строителя, но, опять же, с учетом реконструкции на 17-й год, там, может быть, даже дальше, он будет универсальным, это будет футбольный, бейсбольный стадион. Мы уже разговаривали с проектировщиками, мы доводили свою точку зрения, нам, я думаю, что учтут пожелание выставить спецсограждения, защитные сетки и специальные трибуны для команды, и все, что нужно для бейсбола, но это будет универсально, это будет монтироваться, уноситься, то есть это будет все на основе универсальности. Специального хорошего стадиона, куда мы привезем азиатскую команду, куда мы приведем и красиво проведем, может быть, даже часть российского кубка России, там, часть зоны Дальнего Востока, я не знаю, но разные можно мероприятия провести, причем переговоры мы провели, все готовы. Пока что будем проводить на строителе, так, как есть, так, как мы сможем его модернизировать под себя, так и мы модернизируем, пока не будет переходного в этот момент, когда построят нам стадион. Администрация города, насколько она может, она тоже нас поддерживает, конечно, и администрация края тоже, несомненно, нас поддерживает, но понимаете, что мы должны все понимать, что деньги, да, понятно, что проблемы, и у администрации городской, и у краевой, да, мы не одни, нас 70, то есть не распределить правильный бюджет, то есть, ну, может быть, где-то, да, не совсем правильно иногда, но все мы ошибаемся, И я думаю, что как любой руководитель, любой руководитель ошибается. Где-то могут ошибаться, но в принципе мы всегда приходим путем переговоров к каким-то знаменателям, то есть и находим общий язык, то есть не возникает проблем. А планы очень серьезные, международные планы, не местечковые, не просто там бизнес какой-то там, мы не бизнесмены, мы за развитие этого вида спорта, в котором нет основной цели зарабатывания денег. Я думаю, доход это последнее, ну на сегодня пока, не стоит вопрос сейчас о доходе. И поэтому все-таки мы пришли в этот спорт не для того, чтобы делать деньги, а пришли из того, что мы его просто любим. Это нас и движет вперед, наверное, потому что многие люди, не найдя денег в спорте, просто из него уходят. И спорт начинает стагнировать. Поэтому я думаю, что нас это, ну мотивация дольше и больше удержит в спорте, чем будем думать о деньгах. За два года такая динамика бешеная, это только благодаря тому, что с утра встаешь с этой мыслью, вечером ложишься, думаешь, какой план на завтра, и что сделать, как двигаться вперед, какой шажок вперед нужно. То есть это план, который мы в начале года разрабатываем, мы спокойно идем. Есть такая формулировка, да, что бейсбол это неоценимая школа жизни, которая сказывается на личностном росте. Все начинается с построения системы воспитания детей, просто потому что, как коммерческий проект, это не может существовать изначально, как коммерческий проект, должна быть система. То есть мы должны создать условия для того, чтобы дети были заинтересованы и, может быть, на начальном этапе занимались бесплатно. Может быть, это будут в США где-то отделения, может быть, это будут свободные часы физкультуры на базе школ. Сейчас мы опробируем с сентября эту систему на примере школы 83. И те родители, которые оценят, в принципе, достоинство этого вида спорта, они могут отдельно отдать тренеру на воспитание ребенка. Причем есть все условия в школе, есть и спортзалы, и мы можем круглосуточно заниматься как в комбинате подготовкой кадров. Все готовы развивать, всем интересный вид спорта. Просто потому, что дети имеют возможность на международном уровне состязаться, свои силы выяснять. И выезжают на соревнования где-то по приглашению японской стороны, корейской стороны, где-то, может быть, родители платят. Но это все равно постоянное движение и как минимум два выезда в год. Ну и, естественно, к этому уже готовится, и наши тренера готовят ко всем выездам. Наших кадров, в принципе, сейчас хватает для обеспечения того процесса тренировочного, который есть. Но воспитать кадры и какой-то базой пользоваться мы можем только после того, как наберемся сами опыта. Поэтому мы его набираемся, мы будем стараться еще кого-нибудь привезти и узнать разные точки зрения на тренировочный процесс. Все равно какая-то модель получится, и здесь этот процесс воспитания тренеров и спортсменов, он наладится. Бейсбол – довольно демократичная игра. То есть она чем интересна во всем мире, что нету принципов того, что если ты маленький, щупленький, или ты большой и тучный, да, или высокий, или низкий. В бейсболе есть 9 позиций на поле совершенно разные. То есть и каждому игроку находится под свои физические данные применения. Хотя в процессе тренировок и так далее, бейсбол очень хорошо ставит физику. Любые игроки, если посмотреть высшую лигу бейсбола, там люди под 150 кг бегают, как спринтеры. То есть это налицо показатели. Поэтому тут в принципе не принципиально. Берем всех, обучаем, ставим, показываем, учим. То есть это наша задача. Я когда сталкиваюсь с таким выражением, что это же американская игра, то мне кажется, что люди, которые так говорят, они просто, может быть, не до конца что-то понимают, или не до конца просто информированы, или просто не хотят. Просто вот у них есть стереотип сложившийся, и все, не более того. Потому что бейсбол далеко, нельзя сказать, что это прям национальная игра. Это просто национальная игра, которую они национализировали. То есть это в Японии тоже национальная игра, и они тоже национализировали. В Корее это тоже национальная игра, на Филиппинах это тоже национальная игра. То есть на Тайване это тоже национальная игра. И можно сказать, что в бейсбол играют более 120 стран в мире. Американцы Олимпиаду-то последнюю корейцам проиграли в 2008 году Поэтому говорить о том, что это чисто американский вид спорта, это некорректно, как минимум А с другой стороны, возражая на всякие такие предпосылки Говорят, что мы в России в принципе не развиваем ни одного русского спорта Хоккей, футбол, баскетбол тоже не наш вид спорта Мы же не говорим, что баскетбол это американский вид спорта Наш, хорошо, но это просто хороший вид спорта Да, как любой другой